Первым признаком того, что тёмные ангелы попали в беду, стал болтерный выстрел, который пробил насквозь визор на шлеме Иеремиила. Болт взорвался в мозгу и убил брата на месте. Огромная фигура космодесантника неловко покачнулась и через секунду рухнула на пыльную землю городских трущоб. Густая алая кровь окрасила тёмно-зелёный керамид силовой брони. Раздался резкий звук ещё одного выстрела, однако только что ставший свидетелем участи Иеремиила Браттирах опередил стрелка и ушёл под прикрытие сборно-разборного барака. К этому времени третий выстрел дал о себе знать эхом, угодив в гофрированную металлическую стену на обу поставленного строения. Именно такие дома все вместе составляли сумбурное подобие городка. Тирах тут же засёк местоположение стрелка и тип его оружия. Невидимый противник стрелял из болт пистолета, что само по себе выглядело странно. Небольшой горнявский планетоид по технологическому уровню недалеко ушёл от использования паровых машин, но гораздо больше брата Тираха тревожила меткость стрельбы. Довольно сложно попасть в небольшой визор шлема со стометрового расстояния. Попасть в него с 200 метров – божий дар, а с 300 на грани невозможного. Попасть с расстояния 400 метров может только сверхчеловек. Четвёртый болт снаряд оставил по себе метку. За ним тут же последовал пятый. Выстрелы пробили тонкий металл внешней стены жилища. Потом то же самое произошло с задней стеной. Пара отверстий звёздочек появилась чуть выше плеча тёмного ангела. Как некое доказательство прогресса, прежде чем стрелок нажал на курок ещё раз. Тирах выбрался из укрытия и, двигаясь зигзагами, чтобы затруднить прицеливание, перебрался к следующему бараку. Звук шестого выстрела раздался в холодном ночном воздухе. Поначалу их миссия казалась такой простой. Этот мир собирались зачистить Инквизиция. Хотя ни Иеремиил, ни Тирах не посчитали нужным даже запомнить его название. Оно не относилось к делу. Когда Орда Еретикус запросила Владеттус Астартес помощи, отделение тёмных ангелов было отправлено, чтобы содействовать Инквизиции. Культ Слааниш пустил в этом мире глубокие корни. Они проникли в администратум, который управлял добычей полезных ископаемых. Планетуид не просто мешал контрабандистам и пиратам, которые вели в подсекторе свой промысел. Из-за запасов руды он представлял собой нечто большее. От идей экстерминатуса вскоре отказались. Руда была жизненно необходима для производства некой миниатюрной детали, которая использовалась в танках, создаваемых соседним миром Кузне. Задача тёмных ангелов заключалась в уничтожении на планете всего живого. При этом инфраструктура должна была остаться неповреждённой, пригодной для повторного заселения. Космические десантники быстро справились с истреблением потенциальных еретиков в двух больших населённых пунктах и только зачистка удалённых горнятских посёлков проводилась разбившимися на пары тёмными ангелами, которые несли туда правосудие императора. Они не ожидали сопротивления и не собирались его терпеть. Седьмой выстрел разбил окно и Тирах поспешно присел, пока он добирался до следующей непрочной металлической конструкции, восьмой, девятый и десятый выстрелы безвредно просвистели мимо. Теперь тёмный ангел имел чёткое представление о местоположении стрелка и когда грянул двенадцатый выстрел, заметил, как дульное пламя вырывается из дребезги разбитого окна рядом с дверью барака, в котором укрылся противник. Вытащив оружие, космодесантник на ходу открыл огонь и переместился к последнему сборному сооружению перед целью. Едва он оказался под прикрытием здания, как грянули выстрелы, начиная с тринадцатого по семнадцатый. Болты беспорядочно ушли в сторону Тёмного Ангела. Стрелок, очевидно, дошёл до отчаяния. Теперь Тирах мог использовать это в своих интересах. Тёмный Ангел смело выбрался из укрытия, в автоматическом режиме ведя, обстреливая Хибару, в которой укрылся противник. Добираясь до позиции вражеского стрелка, он полностью опустошил обойму. Из дома доносились крики, готовясь встретить сопротивление. Тирах поменял в болтыре обойму, после чего сорвал переднюю гофрированную стену жилища, так же легко, как ребёнок обдирают с подарка обёрточную бумагу. В углу сборно-разборного барака, съёжившись, прятались шахтёры, их было около десятка. Обострённые чувства Тираха ловили запах пота, который почти заглушал запах страха. Некоторые люди были уже мертвы, потому что попали под огонь Тёмного Ангела. Другие же, плача и рыдая, умоляли императора о пощаде. Главарём этих оборванцев оказался дрожащий старик. Болт-пистолет он неуверенно навёл на космодесантника. Слёзы стекали по морщинистому лицу, промывая глубокие дорожки в угольной пыли, покрывавшей щёки. Тирах вскинул оружие, готовясь расстрелять ещё одну обойму, но в этот миг догадка коснулась его. Космодесантник слегка опустил Болт-пистолет и в задумчивости склонил голову. «Подождите! Как вы?» Конец вопроса замер на губах. Нечто обжигающе горячее вонзилось между лопатками Тираха. Вонь перегретого водорода и жареного мяса наполнила тесное пространство хибарой. Тирах разжал пальцы, выронил Болт-пистолет и свалился на колени, пытаясь набрать воздуха в израненные лёгкие. Тем временем огромная тень накрыла и его, и испуганных шахтёров. «Готово!» – произнес голос, подобный уксусу и мёду. «А теперь уходите!» Шахтёры не заставили просить себя дважды, помогая тяжёл раненым, и бросив мертвецов, они покинули разгромленный барак. «Моё оружие!» – произнёс голос, когда старик попытался уйти. Тирах чуть-чуть повернул голову и увидел, как старый горняк перед тем, как скрыться вслед за товарищами, передаёт Болт-пистолет, закованный в зелёную броню тёмных ангелов руке. «Пожалуйста, брат, тут какая-то ошибка!» – произнёс Тирах. Второе сердце дрогнуло, хотя он понимал, что всё равно умирает. «Я уже давно тебе не брат!» – ответила фигура, которая обошла по кругу сражённого космодесантника и остановилась перед ним. Вновь явившийся носил стихарь поверх силовой брони. Капюшон скрывал черты его лица. Ножно виселил незнакомца на поясе. Он держал Болт-пистолет в одной руке и плазменный пистолет в другой. Что ты здесь делаешь? Тирах на мгновение растерялся. Я здесь, чтобы исполнить волю императора, чтобы сохранить его владения свободными от порчи и еретической скверны. «Император, ты говоришь?» Фигура в капюшоне на мгновение умолкла и присела так, чтобы лицо оказалось на одном уровне с лицом Тираха. «Я знаю императора. Это он указал на промизанные болтами тела шахтёров в углу барака. Это не его воля, прежде чем Тираха успел запротестовать ствол пистолета, одетый в стихарь фигуры, очутился возле прикрытого шлемом лба тёмного ангела. Затылок Тираха разлетелся тёмно-красными брызгами. Звук выстрела эхом отразился от металлических стен барака. Эхо ещё не замерло, а фигура в стихаре словно призрак уже исчезла в трущобах». Субтитры создавал DimaTorzok